Едва водная гладь освободилась из ледяного плена, сотни профессионалов и любителей путешествий на вайдарках и каяках устремились на ежегодное первенство Воронежской области по технике водного туризма. Сами организаторы называют соревнование туристическим фестивалем «Анинские мосты», который проходит в Воронежской области между Гравским и Малой Приваловкой, на участке реки Усманка, недалеко от центральной усадьбы Воронежского биосферного заповедника. За плотиной бурная вода, и это делает соревнования более сложными и интересными. В первенстве также приняли участие спортсмены из Тамбовской, Курской, Белгородской и Липецкой областей. На байдарках выходили на воду мужские и женские двойки, смешанные группы, одиночки на каяках, на дистанциях с лалом и безопасность. На максимальной скорости кружить между воротами, проводя байдарку то носом, то кормой, преодолевая течение, лишь одна из составляющих виртуозного владения техникой водного туризма. Физические нагрузки и волнения – не единственные трудности, с которыми справлялись участники. Обжигающая ледяная вода стала настоящим испытанием во время самой зрелищной дисциплины – спасательной работы, когда участники совершали переворот на байдарке, так называемый киль. Большинство спортсменов ловко, а главное – быстро выполнили свою задачу. Мужественно дистанцию и безопасность прошли девушки команды «Штурм» из Старого оскола Белгородской области. Наравне с парнями они бесстрашно и слаженно нырнули в воду, а потом в считанные секунды сумели доплыть до финиша. Не всегда нам везет с погодой на водном слете, но в этом году более-менее светит солнышко, но вода все равно ледяная, потому что только закончилась зима. Паводка нету, воды большой нету, потому что зима была плохая. А так соревнования прошли успешно, все дистанции выполнены. Самая интересная дистанция спас-работы прошли успешно, без эксцессов. Командные гонки великолепно, выступало 9 команд, в том числе из разных регионов нашей страны. Команды из Воронежской области лидируют, как в принципе и в предыдущие годы. После двухдневных соревнований были подведены итоги. По сумме баллов в командном зачете лидерами стали воронежские туристы из команды «Экстрем». Второе место заслуженно досталось штурму из Старого Оскола Белгородской области. Третьими стали спортсмены команды «Центр» из Воронежа. Получилось все, кроме финиша. Финиш не удался, не туда попали, конечно. Но а так все равно надо через это пройти, надо это почувствовать. В принципе, было, подтверждали, но вот точно получилось. Так что мы в следующем году исправим. Вода холодная? Да ну так теплая. Да это так. Была холодная, когда плавали на них, а когда переворачиваются, вообще ни капли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА